Во дворе висит груша в качестве спарринг-партнера младший брат. Так лучший в мире боксер-юниор Джамблат Бижамов продолжает тренировки в режиме самоизоляции. При этом работать спортсмену приходится пока одной рукой. «Просто сидеть нельзя, потому что за это время может организм ослабнет, отвыкнет. После карантина наступят сборы, соревнования и надо быть готовым. Поэтому как можем, поддерживаем себя в форме. Дома тренируемся, то в торги бегаем». Внеплановые каникулы – не повод прекращать занятия. В этой семье боксерские традиции переходят из поколения в поколение. Младшему брату Бижамов всегда есть на кого равняться. Живой пример – рядом 24 часа в сутки. Тренировки и общение с чемпионом – это бесценный опыт и мотивация. «С возрастом я начинаю понимать то, что брат занимает. Я вот постоянно его встречаю в аэропорту, чемпионат Европы, Россия, мир. И это заложилось у меня в голове. Я это должен. И на этот вопрос я отвечу так. Джамбулат – это самая большая мотивация». Половину своей жизни 19-летний Джамбулат провел в зале. Делая первые шаги в спорте, сейчас не представляет свой день без тренировок. Как результат – большая коллекция кубков и медалей. «На сегодняшний день самая ценная медаль – это за первенство мира по юниорам. Это самое высшее мое достижение пока что. Поэтому очень горжусь». «То есть когда будет медаль чемпионата мира, то она перевесит на ней?» «Конечно». На этих полках не хватает только наград взрослого чемпионата мира и Олимпиады. Это мечта Бижамова-старшего. Он выиграл все среди юниоров и только-только вступает в большой бокс. На дебютном чемпионате страны Джамбулат стал третьим и уверен, что перенес игр в Токио, на один год сыграет ему на руку. «Когда узнал, конечно, рад был. Это будет вторая попытка попасть на Олимпиаду. За год еще окрепну, наберусь опыта и думаю, все получится». Чтобы улучшить свои показатели, боксер использует любую ситуацию. Насколько эффективно прошли эти домашние тренировки, покажет ринг. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.